здравствуйте уважаемые подписчики и просто зрители моего канала хочу предложить вашему вниманию ролик который я назвал удивительная книга эгейский поток 1793 года значит огромное спасибо моим подписчикам и зрителям огромное спасибо михаилу авдееву который меня снабжает очень интересной информацией вот таких вот подписчиков я могу смело назвать исследователями огромное михаил тебе спасибо хочу вам показать интересную книгу ребята как вы уже знаете наверное кто постоянно смотрит мой канал есть у меня такая версия есть несколько роликов где я предполагаю что потоп случился в 1793 году нашел я некоторое количество фактов нашлись еще исследователи которые тоже вышли на эту дату 1793 год сейчас я вам из вот этой вот книги зачитаю еще один факт рекомендую ребята эту книгу вам прочитать называется археологические сведения о предках славян и руси с 20 таблицами и рисунками значит книга она как бы вот это вот книга подтверждает ну официальную версию но ребята факты которые он здесь приводит довольно таки интересные причем об этом эгейском потопе я набрал яндексе ничего такого-то конкретного и нету поэтому я вам предлагаю поискать и прислать мне ваши находки я думаю если большое количество подписчиков начнет рыться то кто-нибудь что-нибудь нароет значит смотрите что интересное он здесь рассказывает блин обалденная книга хоть она и подтверждает официальную версию но ребята когда вы ее прочитаете здесь столько есть интересного вот он значит этот хайновский который написал книгу здесь только интересно особенно о скифов значит он здесь приводит сведения от геродота о скифов причем знаете что вот я читал татищева он тоже ссылается на геродота но у него таких точных сведений нету это просто потрясающая ребята книга я рекомендую вам прочитать причем что интересно смотрите как видать я потянул за ту ниточку за которую нужно потянуть я видать попал ухватил я суть понимаете смотрите еще получается он значит пишет что черное море значит каспийская и оральская были одно большое море значит и я вот в этом ролике обратите внимание вот у меня есть такой ролик гейон дебоплан о потопе я вам прочитал что он тоже пишет что когда киев был своем рассвете то есть ребята это всего лишь несколько веков я почему на 1793 я вам сейчас все интересное почитаю он говорит когда киев был своем рассвете значит босфора не было пролива вот для которой турция из черное море соединяется со средиземным не было этого и он здесь подтверждает что когда-то море было большую часть украины захватывала и вот этот хайновский тоже об этом же говорит об этом же море но он это относит как бы до рождества христова но пишет ребята именно 1793 год понимаете в чем дело это но не просто это совпадение понимаете тысячи лет до рождества рождества христова тысячи лет после рождества христова но он вышел именно на эту дату и чё самое главное интересное я вот тут час только что когда готовил ролик хотел вам зачитать чего вот этот гирьем дуба план пишет о потопе нашел эту книгу смотрите что получается нашел книгу вот эту хотел прочитать значит это написано на 10 странице смотрите волки позорные один прям на ходу зачищают смотрите девятая страница а это где он там писал 10 смотрите сразу идет 14 все уже нету смотрите обратно девятая 14 вот волки позорные но на ходу прикидывайте изъяли все нету трех страниц пропали три страницы значит я попал в точку блин в десятку так ну давайте теперь вернемся книги я вам зачитаю это интересное что он тут пишет о потопе вот этот вот мужик хайновский читайте книга обалденная как точно он описывает скифов но он что интересно и ребята значит описывает скифов значит вначале вот тут он говорит что это значит эти монгольской расы значит племена но ребята это брехня потому что я вам уже в одном своем ролике зачитывал что это значит из библейской энциклопедии архимандрита никифора там пишет он что была епархия скифская и херсонская ребята извините но какой же мудак будет называть в честь монгольских племен скифской епархию понимаете да ну и вы конечно же видели все эти археологические находки значит кувшины где эти скифы изображены и он описывает вот этот хайновский именно так как они изображены на этих ну там блюда нашли множество именно так он их там описывает как как они нарисованы так значит давайте сейчас кое-что вам зачитаю о самом потопе так поехали в начале третичной геологической системы вследствие вулканических движений земной коры воды моря ушли с юга россии в средиземное море образовал образовался затем сплошной европейский материк разделивший воды северных морей от вод южного средиземного моря с того времени оба эти морские бассейна развиваются самостоятельно но впоследствии во время сильного вулканического подъема альпийской площади еще раз средиземное море вторгнулась в сушу южной европы вторжение это совершилось по двум путям один из них шел через венский бассейн вдоль северного склона карпат в галицию и там образовал заливы велички и бохни где в морская вода при повторяющихся извержения извержениях альп и подъема или опускания материка то отступала из заливов оставляя в них отложения в виде пластов соли то опять возвышалась заливала заливала эти котловины оставляя каждый раз новые пласты отложений образовавшие мощные пласты каменной соль другой путь которым средиземное море ворвалось в сушу прошел через Венгрию, Бессарабию, Подольскую область и окружая карпатские возвышенности прошел на север в Польшу, а на восток далеким рукавом к северному склону крымских и кавказских гор в Каспийскую и Аральскую котловину и кругом их до Урала это развивающее на восток море на землях впоследствии заселенных сарматским народом названо всеми учеными сарматским морем вот ребята об этом море значит я и вам и говорил так поехали дальше в начале четвертичного периода Каспийская и Аральские моря с местностью их окружающей составляли одно целое обширное внутреннее море называемое сарматским известное время соединенное с Черным морем впоследствии Манычского пролива и Азовского моря этот Черноморский водный бассейн был совершенно отделен от Средиземного моря моря полосуя суши бывшей на месте нынешнего Эгейского моря и только после ледникового перевода в обилии стекавших вод он тут значит приплетают уже то есть а этот Баплан говорит что ни хрена уже когда Киев стоял они там ходили понимаете да что не было Босфора понимаете в чем дело так поехали дальше так вот интересное из Кургана в село рубанный мор с Киевской губернию Уманского уезда череп и длинные кости первобытного жителя с высокими надбровными дугами и крупто уходящий назад лобной областью без чела на затылке след трепанации сильные выдающиеся скуловые кости зубы осажены широко частью поперек челюсти поперек теменной кости широкая впадина от долгого сжимания черепа в детстве бандажом наложенным через верхушку головы по направлению от одного уха к другому как признак искусственного искусственной деформации бедренная кость вроде зубцов петушьего гребня а большая берцовая кость мечевидная вот интересная тоже так ладно сейчас мы дойдем до потопа так вот за 20 столетий до христианской эры Сарманское море простиралось от Оренбурга и Туркестана вдоль Кавказского кряжа гор через Аральское Каспийское, Азовское и Черное море до Константинополя составляя одно огромное озеро отделяющее Среднюю Азию от Европы в Средней Азии на возвышенностях Туркестана обитали Туранцы на Алтае монголы а в Южной Азии на возвышенностях Гималая арийский народ ветвь которого иранцы отошли на запад в области Мидии и Персии в Европе на Карпатском Плато жили предки славян обширное Сарманское море разделяло азиатские народы от жителей Карпатских стран когда же к концу ледникового периода вулканические подземные силы в Армении подняли северные страны материка Кавказа то воды сарматского моря устремились на юг прорвали Константинопольский пролив залили Эгейскую сушь выливаясь в Средиземное море Атлантичный мир назвал этот переворот на юге потоп Эгея и относит это событие к 1793 году перед христианской эрой Материки обнаженные из-под моря по Нижней Волге Уралу Дону и в прибрежьях Азовских стран покрылись могучей растительностью и сочными пастбищами Род людской размножался быстро и в жарком клименте Средней Азии где люди вели пастушеский образ жизни питаясь молоком и мясом своих лошадей и овец вот такое вот интересное совпадение ребята по поводу 1793 года обратите внимание на мои ролики на эту тему называется катастрофа 1793 год спасибо за внимание читайте ребята эту интересную книгу здесь вот есть много рисунков около 20 рисунков таблиц всяких разных всевозможных так что читайте есть много о скифов о сарматах очень интересно может быть найдете кто-нибудь что-нибудь за что-нибудь зацепиться спасибо за внимание подписывайтесь на канал буду показывать вам много интересных документов до свидания до встречи путешествия спасибо за внимание помню до